Всем привет, дорогие друзья! Привет, Александр! Рад тебя снова видеть в новом уже 2021-м. Всех с Новым годом! Всех с прошедшими праздниками. Как ты там встретил? В первом, втором, третьем. Как встретил? Нормально, хорошо, хорошо. Ты в кругу семьи? Да, в кругу семьи погуляли, посмотрели на природу. Хорошо. Друзья, перед тем, как нам начать, я бы хотел вам сделать такое объявление. Во-первых, у нас сегодня тема наших посиделок, это будет аквариумные рыбы, причем рыбы, которых можно держать с аквариумными растениями. Мы с Александром об этом сегодня побеседуем. И пару слов хотел бы сказать по поводу критики в мой адрес, который я читал под предыдущими нашими роликами с Александром. Кто-то писал, что я Александра перебиваю, не даю ему сказать, отвлекаю его от темы, но я думаю, Александр со мной согласится. У нас формат этих видео – это диалог двух аквариумистов. Да, это с собой. Собственно, если бы Александр какую-то лекцию проводил бы, это одно дело, правда, Александр? Да, конечно, конечно. Я считаю, что это нормально. И если я там либо задал уточняющий вопрос, либо высказал свое мнение, то это и есть формат этого видео. То есть такая душевная беседа двух аквариумистов, по сути дела, из которой мы равняемся. Я с большим уважением отношусь к Александру, к его опыту и всегда к нему прислушиваюсь. Вы не думайте, что я считаю, что Александр в чем-то неправ или еще что-то. Нет. Здесь, наоборот, мои вопросы, они должны, ну, призваны, скажем так, да, либо добиться какой-то определенной истины, если я в чем-то сомневаюсь. Потому что у многих, я думаю, такие же вопросы бы возникли. Поэтому, ну, вот так, ребят. Это такой диалог аквапосиделки, нашей беседы с Александром. Так, ну что ж, давай начнем, перейдем уже к основной теме. Ну что ж, вот аквариумист хочет создать себе или уже сделал себе аквариум с живыми растениями и думает, задумался, о каких же рыбок туда ему поместить. Вот из твоего опыта, Александр, что ты порекомендуешь такому аквариуму? Смотри, значит, вот я хотел бы на несколько, на несколько буквально классов распределить рыб, которые держат аквариумистые. Ну, как правило, травники все-таки это водоемы не совсем большие. Ну, есть, конечно, большие, но в основном это где-то 100-150 литров, 80, точнее, от 80 до 150 литров. Ну и, соответственно, все, этот как бы литраж, он предопределяет, что эта рыба должна быть достаточно некрупная. И ее должно быть достаточно много. Ну, чтобы создавало некий какой-то все-таки антураж, вот, и какую-то самую красоту все-таки... Ну, чтобы она как-то оживила аквариум. Да-да-да, ну, самые-самые красивые рыбы, это, разумеется, все-таки это хоросиновые. Там огромный, большой, ну, огромное видовое разнообразие рыб. Они красивые. Ну, есть рыбы, конечно, которые немножко там травку подъедают, но это, я считаю, как бы не страшно, можно, в принципе, смириться. Так, а какие примеры приведи? Ну, у меня вот тогда тетрашольца у меня что-то подъедало, филамиены выедают, если их перестать кормить, то они выедают в первую очередь баллицнерию. Вот это вот меня вообще поразило. Я никогда не думал, что она прям подходит, чук-чук-чук-чук-чук, и все. И целые листья начинают просто-напросто отделяться, и все. Ну, это вот такая специфика. Ну, давайте, значит, по хороцинке поговорим. Самая-самая красивая хороцинка, я считаю, это все-таки красный неон. Ну, рыба беспроигрышная с точки зрения, в общем-то, самой красоты, несложная. Слишком высокую температуру делать ей не нужно. Как правило, это, в принципе, 24-26 градусов. Вот, прекрасно держит. Черный неон тоже прекрасная рыба. Причем вот черный неон – одна из рыб, которая, я бы сказал, очень крепкая. И, в общем-то, у нее такая не брусская красота, но она такая, ну, правильная. Такая правильная рыба для травников все-таки. Вот. Ну, что еще по рыбам? Ну, по хороцинке можно еще, не знаю, десяток видов. Родостомусы. Родостомусы, да. Прекрасная рыба. Вот особенно стаика, если берешь, большую стаи. Нет, естественно, вся хороцинка – это крупные стаи. От 10 штук. От 10. От 10 штук выглядят прекрасно. И всем всегда рекомендовал, ребят, не гонитесь за количеством видов, гонитесь за количеством стаи. Ну, вот как ты думаешь, вот если брать хороцинок, две стаи на, там, 120-литровый аквариум – это нормально, к примеру? Нормально, нормально. Два вида рыбок, там, да, допустим. Красный, неон, там. Можно сделать, можно сделать не так. Можно сделать, например, вот смотри. Просто можно, как наши друзья, как бы немцы, любят советовать, что? Они говорят, что возьмите рыб среднего слоя, это типа вот наши, там, не знаю, в нашем случае, там, вот это неоны, например. В нижнем слое, там, там, 3-4 сомика. И верхний слой, например, я не знаю, там, нанастомуса взять или там еще каких-то других рыб. Там есть возможность, в принципе, что-то найти. Опять-таки, сомиков мы берем только… Ну, не крупных, конечно. Если мы говорим о травниках, то для кварца мы берем, в принципе, любых сомиков, а для сойлов там уже… Ну, да, да, да. Там уже… Ну, сойлы, говорю, тут есть, говорю, есть небольшие, как бы, вещи, которые вот сойлы все-таки неудобны в этом плане. Да, 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 согласен с тобой. В этом плане неудобны. Коридоросы те же уже в сойл не возьмешь. Да, да. То есть все сомы, которые роют грунт, они уже в сойл не пойдут. Но те же анциструсы, они, в принципе, могут жить на сойлах, особенно если есть какие-то коряжки, есть какие-то… Ну, то есть нечистые грунты, да? Ну, им коряги обязательно нужны. Обязательно, да. Всем самам, вот тем, которые… Ведь именно вот сомы, которые самогрызущие, с ротовым аппаратом, с ротовым аппаратом. Нам всегда нужна, там, древесина. Это нам с точки зрения пищеварения нужно. А потом еще есть сомик, вот этот, господи, атоцинклюс. А, атоцинклюс, вот. Атоцинклюс, ну, это, я считаю, ну, это, как бы сказать… Ну, это, кстати, очень травмливый сомик. Да, чистильщик небольшой, красивый. Единственное, что в последнее время очень привоз этих сомов очень… Не знаю, то ли специально заражают их, то ли они приходят с жуткими болячками и не выживают. Еще, вот мой, в принципе, опыт, в принципе, показывал вот такие вещи. Сколько я бы атоцинклюсов не брал, но я брал там 4, 5, 6 на 120 литров. У меня почему-то вот здесь вот аквариумы, которые за мной, они у меня жили хорошо. Но по прошествии полугода оставался всегда один. И он потом жил несколько лет. Да, да, и вот у меня та же самая ситуация. Вот трех берешь, один выживает, но тот, кто выживает, тот живет года два, ну точно. Ну, может быть, это пищевая конкуренция. Я просто-напросто не знаю, нигде не встречал информации, чтобы они там друг друга как-то убивали. Например, у ансисторсов четко видно, когда они начинают сам толкаться и выпускать колечки. И четко один из самоконкурентов уходит. Ну, это всегда так. Им просто не хватает пищи. Это чисто банально. Так вот, немножко мы отвлеклись. Значит, для мелких аквариумов это все-таки, может быть, мелкие разборы. Очень-очень хорошая рыба. Но единственное, что там мелкий корм нужен. Это, как правило, это мороженый циклок или что-нибудь надо измельчать. Трубочник или врезать мотыля, например. Это если мы говорим про живые корма. Да, да, да. Ну, сушку тоже берут без проблем. Так что никаких никаких сложностей с кормлением, я думаю, не будет возникать. Отдельным, кстати говоря, я бы сказал, это же воротка. Ну, почему живородка? Саш, извини, вот я знаю, что в комментариях сейчас напишут. Я тебя все-таки перебью. Ты сказал, что рыб можно разделить на нескольких классов, да? Ну, вот я вот и говорю. Первое, это были харацинки, а теперь мы переходим уже ко второму классу. Это живородки. Ну, я хотел... Давайте так, я сейчас расскажу о живородках, потому что у меня опыт по живородкам очень большой. Я держал практически все известные виды, которые были у нас там, да? И, ну, самарвозь разводятся они без нашего участия. Но, тем не менее, почему они такое получили широкое распространение? Да, потому что у нас, в принципе, вода достаточно жесткая. И они в жесткой, в жесткой, слабо-щелочной воде, в слабо-щелочной воде, они живут гораздо лучше и, в принципе, лучше размножаются. Ну, это было так всегда. Ну, слабо-щелочной, это каш... Нет, не каш, паш. Паш порядка 7,2-7,8, они прекрасно живут и даже выше. Ну, то есть, в принципе, где траве уже немножко сложновато, они будут все равно там жить. Нет, ну, например, Амана держал цемогупи при паш 6,8-6,5, ничего. Ну, да, да, я почему и хотел спросить, потому что мы же, как бы, делаем травник с растениями аквариум и подгоняем параметры количества... Ну, да, 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 все правильно. Все правильно ты говоришь, что мы именно подгоняем рыбу под, скорее всего... Под растения, да, да, да. Под условия, под условия. Под условия, да, да. Вот. Так вот, значит, по поводу... Почему еще я за живородок очень пронспиратую? Потому что живородка обладает, у нее очень-очень длинный кишечник и очень хорошо переваривается вся пища. И практически вот все их отходы очень хорошо утилизируются бактериями и потом растениями. Тоже слышал это мнение и полностью с тобой согласен. Нет, ну, это действительно так. Это просто, ну, вот... Ведь московский аквариум, вот чем он отличался, в принципе, от других? Почему растения хорошо росли? Потому что... Что значит московский аквариум? Ну, вот, слушай, я, в принципе, хочу вам сказать, что большое количество живородок, которые держали самолюбители, оно способствовало чему? Что много выдыхаемого углекислого газа. Фактически углекислый газ подавать по особенному-то и не нужно было. Вообще не нужно. Ну, естественно, подмены, естественно, и хорошие какашки. Хорошие какашки, которые быстро утилизируются, которые растениями потреблялись тоже прекрасно. Сифонировать, даже если вот там некоторые говорят, что вот, сифонировать надо. Ну, естественно, надо. Это же без этого, в принципе, нельзя. Но и тоже злоупотреблять слишком... Некоторые вообще, как бы, я говорю, это не четверг, чтобы пылесосить. То есть, получается, живородки дают навоз такой хороший для растений, да? Да, да, именно, 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 хорошо перерабатываются именно растениями. Ну, опять-таки, они дают у нас макро в основном воду, правильно, да? Ну, как... Да, конечно. Титраты, немножко фосфата, да? Да, да, да. Ну, фосфата с кормом, то есть. Чем мы кормим, то они и дают. Ну, да, да, да. Но, вот, я уже в какой-то своей статье писал, не помню, это, по-моему, очень было давно, что кормление живым кормом очень хорошо действует на растения. Почему? Потому что, в принципе, в мотыле, в трубочнике достаточно много железа. Вот. И железо вот в таких связанных формах, оно потребляет с растениями лучше. То есть, не микро, получается, они бы дают. Ну, микро, конечно, тоже. Ну, в корме-то все есть. В корме есть все практически. Я думал только макро в качестве. Нет, ну, микроэлементов же нужно намного меньше. На порядок. На порядок, а то и на два порядка. Саша, ну, все равно это не отменяет то, что... Ну, это когда много прям живородки, да, вот в аквариуме там. Ну, вот смотри, вот у меня был такой период, сейчас я, конечно, сейчас такого не допускаю, но у меня, например, в аквариуме там 120 литров, ну, порядка, наверное, 80 штук я держал. Ну, я держал, например, лимию там, да, 80 штук у меня плавало. Это что у тебя было? Лимия. Ну, она у меня сейчас есть. Лимия. Лимия. Лимия, книграфа сада. Ну, я статью по ней написал, она есть и в журнале «Аквариум», и на моем блоге есть. То есть, практически без изменений. Саша, пока не забыл, люди спрашивают, дайте ссылку на блог Александра, где почитать статьи. Мы с тобой сейчас запишем этот ролик, обязательно ты мне там скинешь, я в описании под этим роликом все ссылки на Александра дам. То есть, где его статьи, где его, в общем... Маленькая тонкость. Многие читают его на телефоне, и на телефоне версия, мобильная версия, непонятно оглавление этого блога. То есть, народ читает только последние статьи. Если вы зайдете, открыть веб-версию, с правой стороны будет, во-первых, там есть поиск. Вы можете, если что-то не находите, например, криптокарина Вента, вам выдает ссылки по вот этой теме. И справа же будет по годам разблюдовочка по всем статьям. Рекомендую начинать читать с 2017 года. У меня есть еще один блог, но я его забросил. В нем, по-моему, сейчас 260 тысяч просмотров, но я его забросил, потому что... Ну, я много сделал там, в принципе, ошибок таких, что я... Ну, стал, в принципе, мешать темы о растениях и посещении птички. И это пагубно, мне кажется, сказалось на этом. Ну, хорошо, мы сделаем ссылку на тот, который ты считаешь нужным, и чтобы... Хорошо, хорошо. Ну, давай вернемся, давай, криптокарина. Да-да-да. И живородка при всей... Почему еще какой плюс от нее? Вообще, любая живородка ощипывает мелкие водоросли. Съедает много-много всяческих... Даже планарию ест. Ну да. Вот, так что одна польза от нее. То есть это рыба, которая, ну, я считаю, ну, одни плюсы от нее. То есть если сравнивать с харацинкой, харацинка – это красота такая, да? А живородка – это больше польза для аквариума, да? Ну, плюс еще, конечно, красивые живородки-то тоже бывают, да? Если мы возьмем гуппи, там некоторые виды... Ну, почему гуппи, пицциллии, пицциллии шикарные. Пицциллии, я их ставлю в видео тоже. Не интеллигентные мордочки у них все-таки. Ну, когда они разъедаются, такие, да, в сапсисинушке. Пицциллии мне нравятся больше. Меченосы в меньшей степени нравятся. Хотя я... Меченосов... У меня почему-то с меченосами не складывается. Я не знаю, почему они мне и размножались хуже всегда. Ну, то есть я получал, конечно, там, от самки, там, 50 мальков. А нужно 200 мальков. Ну, в принципе, хорошая санта, и с мальков. У меня в общем аквариуме выживает там 2-3, слава богу. Ну, да, я их тоже не успеваю. Ну, я сейчас, конечно, работаю, я не успеваю вылавливаться. Мамит поймать, да. Значит, давай еще, значит, по поводу третьего, будем говорить так, третьего класса, да? Ну, не знаю, вида класса. Это красотики-жемородки-карповые. Это карповые. Ну, что могу сказать? Многие очень любят барбуса. Почему-то, ну, я понимаю, что распространенность суматранского барбуса – это отдельный разговор. то есть он присутствует в ассортименте любого магазина, причем от Владивостока до Калининграда. Самая востребованная рыба. Ну, вот я в Соматранске держал очень много, очень прозводил даже. Ну, так, не скажу, что прям вот там, что-то там очень сильно на продажу, потому что, ну, тоже не хватает времени. Метем нужно заниматься. В заведении нужно заниматься, нужно… Ну, про разведение мы с тобой чуть попозже говорим. Да-да-да. Вот. И все-таки они хулиганы. Они часто и выдергивают растения, и могут попробовать сломать что-нибудь. Ну, вот… Ну, и они задиристые довольно-таки. То есть их не со всеми рыбами можно еще держать. Да, и задиристые. И в плане все-таки с другими рыбами они… Ну, говорю, рыбу вот барбусов лучше держать отдельно. Вот четко. Отдельный, отдельный вид. Если вам очень, в принципе, нравится. Сейчас вот появились всяческие мутантные формы, флуоресцентные формы появились. Бесподобные. Я вот смотрел у Федора на птичке. Очень-очень мне нравится. У него прям вот бывают такие привозы замечательные. Так и хочется, да, к себе его? А нельзя. Вот. Значит, из мелких барбусов очень-очень хороши какие? Очень хороши олиголеписы. Барбус со своеобразной красотой. Мне он очень нравится. Он не крупный, не такой все-таки задира. Ну, между собой, конечно, потасовочки у них есть, но все равно. Барбусы очень интересны. Очень интересны. Вот. И, ну, барбус денисона. Ну, это более крупные аквариумы, конечно. Барбусы очень красивые. Ну, мы сегодня же говорим про рыбу для травников, для растений. Да, да. То есть барбусы все-таки может быть с растениями. Ну, может быть, конечно. Может быть. Если только это видовой будет аквариум, чисто с одними барбусами. Правильно? Да. Да, да. Конечно. Нет, ну, почему барбусы? Нет, ну, я говорю, что, в принципе, любая рыба может, ну, кроме химитинисов, наверное, которые просто съедят все. В принципе, любая... Ну, с цихлидой все понятно тут. Они даже пытаются криптокарину вывернуть и откусить. Всегда страдает эстетическая, в принципе, сторона нашего аквариума. Да, друзья, я еще хотел бы сказать, что про цихлид, вообще про рыб, которых можно и нельзя содержать с травниками, а если вы хотите там, да, себе чисто для рыб аквариум завести, мы с Александром обязательно в будущем выпуске об этом поговорим, в одном из будущих аквапосиделок. Вот. Вот такой небольшой анонс, я сказал. Хорошо. Так. Значит, что еще из карповых? Из карповых очень-очень интересные, очень интересные сейчас рыбы, это все-таки мелкие разборы, вот эти двухсантиметровые землянички. Ну, там их целый, там три или четыре вида есть. Землянички. Да, землянички, там можешь найти. Землянички. Помнишь, Нина была на этом самом, на птичке, когда вот первый самый выпуск, и там в одном из павильонов их как раз показывали рыбку, которую можно для травников. И там было несколько видов микроразбор. Ну, вот это и есть, это и есть, да, да, да. Вот. И я на самом деле был так удивлен, что их, оказывается, существует именно микроразбор, да, то есть я раньше только галактику знал. Они два с половиной сантиметра максимум. Да, да, да. Два сантиметра максимум. Я знал только галактику и, по-моему, куботай. Куботай, микроразбор о куботай. Вот. Я знал только два вот этих вида. Оказывается, их там существует, там, штук. Ну, он показал, я не помню, там, четыре или пять видов. Ну, да. Разбор вообще, это одна... Есть самразбор и 12 сантиметров, и 15 сантиметров длиной. Ну, да, да. Они менее красивые, конечно, но вот, например, Разбора Хенгеля, прекрасная вообще вещь для травников. Это вообще... Вот я ее держал в свое время, мне она очень нравилась, в плане того, что она неконфликтная, красивая, причем переливающийся цвет, стаи прекрасно держатся. Но у меня получилось так, что я уже не помню, кто, мне кто-то отдал нескольких. А, вру, вру, вру. Это я купил оплохий лифтик с Нормани. Это такая рыба очень симпатичная, и она, казалось, больная. И унесла всех-всех-всех моих неонов, всех моих разбор, всех моих... Это неоны, разборы, и, кстати говоря, вишневый барбус. Вот, вишневый барбус. Вишневый барбус. Это одна из лучших рыб для травника. Почему? Потому что цвет достаточно интересный, стаи интересная, неконфликтный, маленький. Хорошо размножаются в аквариуме. Даже при обычных условиях, мальки даже в общем аквариуме выживают без проблем. Но они же и крометчатые, получается. Да, конечно, да. Кардиналы тоже неплохие. Неплохие, но кардиналов надо все-таки в воде держать более такой... Ну, с течением, с течением и температуркой, может быть, даже 20-25 градусов. Это вот самое оптимое. Они в природе живут в ручьях. Это Южный Китай, если я не ошибаюсь. То есть в холодной воде? Да, в холодной воде, да. Ну, рыба прекрасная. Вот просто я опять к Федору возвращаюсь. Есть такой продавец на птичке, Федор. Но у него очень многие берут рыб. Причем он их передерживает, отличивает, если нужно. Ну, тоже бывает. Рыба здоровая, в общем. Да. А рыба в основном очень хорошая. Точка очень маленькая. Ему, конечно, конкурировать с... Я надеюсь, Александр, ты его покажешь нам живьем когда-нибудь на птичке. А у меня во всех этих есть и фотки есть. Ну, у тебя во всех этих есть, а у нас на канале пока еще есть. Ну, хорошо, хорошо, ладно. Сделаем, сделаем. Такой тонкий намек. Сделаем такое. Вот, я часто снимал... У него очень интересная рыба в плане того, что он собирает... Ну, он как агрегатор, будем говорить так, собирает рыбу для... Вот именно для травников. И очень многие травники берут именно для своих... Вот микроразбору, кстати говоря, я тут взял и не пожалел. Ну, рыба такая серенькая, но она небольшая, красивая, динамичная. Ты про какую конкретно? Не очень сложное название. Я сейчас тебе, наверное, вот так вот сходу не назову. Вот, если хочешь, я как бы вам могу в следующий раз сделать... Или можем, слушай, может быть, знаешь, что? Может быть, сделать список, там, взять, например, для травников, рыбы для травников и... Ну, учитывая то, что я прям сразу же после нашего записи собираюсь его выложить на канал, успеем ли мы этот список сформировать. Ну, давай, давай в следующий раз тогда, может быть. Хорошо, да. Сделаем такое. Обязательно. Сделаем такое. Да, да, да. Делаем такое еще. Вот. Ну, смотри, что еще, значит, можно рассказать по поводу других рыб. Ну, из небольших рыб это отарины. Целый класс, целый класс рыб. Извини, Саш, мы сейчас вот три класса прошли уже, да? Да, да, да. Сейчас четвертый класс. Это четвертый класс будет сейчас. Ну, это вот отаринообразный, там очень много всяких паскаев, зевдомогилов, солнечных лучиков. Это очень-очень интересные рыбы. И по красоте очень необычные, ну, для травы они как бы нейтральны, а для красоты, чисто для визуального эффекта рыба очень хорошая. Интересно. Тоже стайная. Родина, как правило, у нее там Филиппины, от Филиппин до Австралии. То есть, это вот именно вот этот вот регион. Много их на островах. Ну, не знаю, что еще рассказать, но рыба прекрасная. Я просто считаю, что... Не, ну, мы-то просто разговариваем, какая рыба, может быть, ты объясняешь, все нормально. Ну, вот для травников, все-таки, я считаю, что самов брать, ну, с очень большой натяжкой, может. Ну, все-таки они пылят. Ты знаешь, что... Любых самов. Да, любых самов. Не знаю... Ну, кромеотиков, наверное, да? Да-да-да. Ну, мне вот ребята держат, но я говорю, ребят, ну, все равно, ну, говорит, ну, я вот смахиваю, переберу палочку, смахиваю то, что они там... Ну, да, да, и анциструсы любят иногда поднять... Ну, анциструсы, это... Ну, я вообще считаю, что анциструсы, это рыба не для травников. Ну... Все-таки не для травников. Нет, нет. Ну, банан, когда он маленький, прекрасно. Когда вот он размером с атоцикла, это прекрасно. Но когда вот он перерастает уже, там, в пятна... Ближе, там, к пяти, семи, там, восьми, десяти сантиметрам, это уже совсем трудно. Это начинает ломать, начинает ломать. Слушай, ну, есть эльки, там, они небольшие, есть у них виды элик. Ну, я же тебе про элик уже говорил, что есть, есть очень небольшие, но у них цена просто космическая. Просто... Зато красивые, блин. Да, они очень красивые. Ну, целые, я подозреваю, что есть целые, целые вообще вот... Народ ходит к Александрову и выцеливает этих элик, все узнает о них. Там же их, не знаю, видов, не знаю, сотни, сотни, если не больше. Ну, я имею в виду то, что вот можно приобрести. Олег Менгаза, кстати говоря, тоже очень ими в свое время занимался. Просто я не знаю, сейчас он вроде бы как бы купил из него, ну, сам купил, пиццелем занялся, вот. Но у него тоже самами занимался. Так что... Александр, по-моему, мы упустили еще один класс. Это лабиринтовые. Лабиринтовые, да. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Что скажешь? Ну, я, честно говоря, почему к лабиринтовым я травникам не упоминаю. Почему? Рыба все-таки требующая спокойной воды. А у нас же в природе практически все лабиринтовые, это не реки. Это заводи. Если заводи, рек, это хорошо. А так это пруды, это озера замкнутые, это отсутствие кислорода. Именно даже в грязных, сточных каналах это нормальное. Где-то слышал, что лабиринтовым, хоть они и берут воздух из атмосферы, да, для дыхания, но все равно в воде для лабиринтов присутствие кислорода должно быть. Ну да, небольшое содержание, да, должно быть. Ну, я почему еще говорю? В принципе, рыба очень симпатичная, ничего не могу сказать. Ну, смотря о ком мы сейчас, там тоже целый вид, целый класс. Я сегодня влез на Акуруп и стал смотреть по темам. И там, опридите рыбку. И есть небольшие ворчащие гурами, например. Это рыба порядка, там, не знаю, 4-5 сантиметров от силы. Ворчат действительно, звуки издает очень своеобразные. Могут, в принципе, разбудить человека. Не таких, ну, не надо. Вот, ну, рыба достаточно, как бы, такая, ну, будем говорить, ну, не очень. Ну, нет, я имею в виду, что она не очень красивая на любителя. Многие же любят у нас, вот, там, ля-алиусы, да, там, ну, не знаю, бурами, там. Бурами, мраморные, грубые. Мраморные, мраморные, шикарные, золотые формы, да. Это серые формы. Ну, сейчас серые формы, как-то, немножко, в принципе, отходят. А так рыба вполне... Но, все равно, рыба, рыба, в принципе, какая? Она рыба парная. Ну, или, по крайней мере, там, ну, там, две пары, там, можно в аквариуме держать. И она все-таки территориальная. Вот это меня всего больше всегда пугает. Постоянные какие-то разборки в аквариуме. Я этого не люблю. Честно, я не поймете, как бы, в принципе, неправильно. Я за мир во всем мире. Чтобы никто никому в аквариуме не мешал. Ну, из тех, кому мы с тобой сегодня перечислили, по-моему, только барбусы. Одни такие более-менее задиристые. Остальные, в принципе, между собой они совместили. Да, вот и храценки, и микроразборы, и живородки. То есть, их можно держать вместе. То есть, и те, и те, и те виды. Но, как сказал уже Александр до этого, не надо стараться сделать винегрет. Ну, а как ты, кстати, как ты относишься к смешению видов? То есть, храценка плюс живородка, там, карповая плюс храценка, ну и так далее. А липовато выглядит. Выглядит липовато. Я вот хотел сейчас вот коснуться такой темы. Выглядит это понятно. То есть, твое мнение, что лучше именно по вида, по классам, скажем так, рыб не смешивать. Ну, смотри, вот смотри, есть интересная такая тема, да. Вот в 60-е, 70-е, даже в 80-е годы немцы четко рекомендовали подбирать рыбу одного географического региона. В этом есть большой плюс, ну, точнее, не плюс, а большие, как бы, истины, во-первых, это общие условия содержания. Ну, ты не ошибаешься. Создал общие условия, и они уже, да, не точно похожи. И, в принципе, они живут в одинаковых условиях, сходные условия, сходная трава. Причем ведь тоже вот трава, да, вот если так там разобраться, да, даже те же самые растения служат хорошим субстратом. Именно именно из того региона, в котором мы взяли эту рыбу. Ну, например, амбулия, да, ну, лимнофила правильно называемая. Ее раньше называли амбулией. Прекрасный субстрат для фнелеста. Именно прилипает икра, и у многих рыб прилипает именно... Ты сейчас уже куда-то в тему биотопов пошел. Нет, но все равно, все равно, я тебе о чем хочу донести, что именно сходные, сходные, например, там два вида разбор, или там два вида барбусов в аквариуме, это лучше, чем барбус из калерии, например. С калериям, кстати, мы вернемся тоже. Ты, кстати, уже в одном из видео говорил про скалерии по поводу... Но давай, знаешь что, давай мы немножко отвлечемся. Я сегодня в Инстаграме просил людей, которые хотели бы тебе задать вопрос, чтобы они тебе его задали, скажем так. И вот поступило два вопроса, давай мы сначала на них ответим, а потом уже вернемся непосредственно к нашей общей теме сегодня. Вот такой вот вопрос. Здравствуйте, лечу рыбок, под корень гниют растения и отрываются. Забил на рыб. Я понял. Ну, я не знаю, чем человек лечит, но вообще все-все-все лекарственные препараты оказывают влияние на рыб. Ну, тот же самый сайдекс, да, который многие добавляют в качестве углеродного питания, на самом деле это яд. И глутаровый альдегид, 2,7%, это вещество, которое применяют для холодной стерилизации медицинского инструмента. Сильнейший яд, который действует на... Так, ну, он лечит рыбок. А под корень гниют растения. Я понимаю. Я не знаю, еще раз, чем он лечит. Чем он лечит. Очень многие препараты действительно на растения очень плохо действуют. Антибиотики в том числе, да, по-моему? Или антибиотики в меньшей степени? Нет, антибиотики тоже могут, кстати говоря, но не так вот, не в прямую, но могут тоже. Ну, там метиленовый синий, метиленовый зеленый, вот эти вот, они тоже как бы, да? Или как? Они в меньшей степени. Вот как вообще... Это красители. Как быть? Как быть, если рыба заболела, что делать вообще? Я так расширю этот вопрос немножко. Вот у меня эпидемия за самую 40-летнюю практику была, был, был один раз. Это когда я купил вот этих вот оплохелихтикс Нормана, и они мне положили практически сразу весь аквариум. Вот. У меня иногда бывает, рыба заболевает. Ну, это что такое? Это какие-то, я не знаю, ну, я просто не обращаю... Если я вижу, что рыба рыба мучается, ребят, вот честно, сачок и... И в унитаз. И лучше не в унитаз. Как говорят, как говорят американцы, лучше в холодильник. А потом бросить. Там, чтобы она умерла смерть. Чтобы не разносить заразу в канонизацию. Вот. Американцы еще более жестоки. Они говорят, надо ударить, завернуть рыбку в пакетик, ударить тепловой краешек стола. Я этого не люблю, конечно. Кошмарка. Не люблю, но это... Вот. Они такое рекомендуют. Ну, чтобы рыба не мучилась. Вот это... Вот. Значит, что могу посоветовать? Ребят, всегда, всегда нужно иметь карантинную емкость какую-то. Если рыба заболела, ну, не надо лечить ее в общем аквариуме. Вы убиваете всю флору, я имею в виду, микрофлору, и микрофауну, которая потом очень тяжело восстанавливается, потом... Аквариум сам болеет. А болеет-то не... У вас болеют не рыбы, у вас болеет аквариум. Значит, что-то не так, значит, рыба не может просто-напросто нормально адаптироваться, к сожалению. Ну, или, неправильно говорю, не адаптироваться. Ну, все начинается со стрессов. Рыба болеет в основном из-за стресса, да? То есть... Я тебе уже, по-моему, говорил, да, что в 90-90% случаев рыба умирает от инфаркта. Это именно стресс. Именно стресс при перевозках, при резких переохлаждениях, резких... Любой параметр, на самом деле, если резко скачет в аквариуме, то рыба сразу стрессует, у нее падает на этом фоне иммунитет. Иммунитет, все правильно. И, соответственно, любая болячка, которая там... Они везде есть, эти болячки, собственно. Просто если рыба здоровая, иммунитет справляется, борется с этими заболеваниями. Если рыба вдруг чуть ослабла, она схватила эту болезнь, и сразу же эпидемия, потому что у всех сразу же тоже падает иммунитет, и рыба начинает умирать. Поэтому лучше всего это стабильные параметры аквариума. Я все время говорю, что самое главное, это стабильность в аквариуме. Приучено вас аквариум к подменам раз в неделю. Прекрасно. У вас все это хорошо, оставляйтесь. Если я 2-3 раза в неделю меняю, это уже все нормально. Много критики было на этот счет. Ой, знаешь, я на эту критику смотрю очень-очень просто. Я, ребят, я держу. Я вот хотел, почему я хотел вот тем, именно как, почему я держу таких рыб, почему у меня такой свет, почему у меня такой грунт, почему у меня течение, а не фильтров нет. Я хотел об этом вот рассказать просто вкупе. Ну, может быть, в следующем... Давай, конечно. Вернемся. У меня рыба, у меня температура при подменах падает на 5 градусов. Я никогда воду не подогреваю. Я лью прямо из-под крана, шлангом. Так что, у меня свой подход. Я считаю, что рыбы, нормальные закаленные рыбы, ничего им не делается. Холодным они ушли в другой угол, встали под грелку, если грелка есть, если грелки нет, они постепенно распределяются. Ну, вот и перемешиваются. Перемешиваются. Перемешиваются, постепенно поднимают температуру, все, и ничего не делается. Ни растениям, ни рыбам, ни креветкам, ничего не делается. При таком... Ну, плавно, конечно. То есть, не нужно по всему аквариуму это все распространять. В один уголочек, слабой стройкой, все нормально. И у меня и неоны... То есть, не прямо там из ведра бухнул весь объем, а по чуть-чуть, если это такая прохладная, холодная вода, ничего страшного. А вы, кстати говоря, это абсолютно не вредит. Саш, с твоего позволения я перейду к следующему вопросу. Да, конечно, конечно. Скалярии, это, значит, второй вопрос. Скалярии, в общем, аквариуми хорошо смотрятся, но постоянно враждуют между собой. Вот я, к сожалению, вот тут обрывается вопрос. Ну, я суть вопроса понимаю. Значит, скалярии все-таки цихлиды это рыбы, которые есть все-таки моногамы. Значит, не все, кстати, знают, извини, что скалярии это на самом деле цихлида. Не все об этом знают. И когда их берут вот такими вот в свой там 30-литровый аквариум, когда они вот маленькие еще, всем кажется, что вот такая она и будет всю жизнь. Ни фига подобного, ребят. Это большая, крупная цихлида, которая имеет, Саша, продолжим, все палатки цихлид, да? Все палатки, все палатки цихлид, это хищник. Это хищник. Выбивает любого, любого малька выбивает, из любой, из любой дырки достанет. Видите, ты кажешь, что она такая вот плавная. О, нет, они, если надо, там такие резвые, что мамы и горят. Так вот, я в принципе, о чем начал, почему, почему они в принципе гоняют. Это, у них же так, это моногамные рыбы. То есть, если у вас есть, например, грубо говоря, набор из 10, из 10 особей молодых, то они постепенно могут разбиться на пары. Могут. Еще раз, могут. То есть, это четко, это четко вот любовь. Это четко любовь. И если, например, вот, ну, у меня просто друг их самодержит их, и я говорю, слушай, а что тут они гоняют? Она говорит, это пара, и вот эта пара. А вот этот никуда, никуда не смог прибиться, я ему сам их покупал, говорит, не может ни с кем ужиться. То есть, не получается. Не ужив, чем не получается. Да. Это то же самое, вот здесь можно проецировать четко как взаимоотношение людей. И пара, определившаяся пара всегда будет делить территорию. Всегда будет. Ну, у нас аквариум маленький. Ну, вот у меня даже другого, у него аквариум 240 литров. Он держал там три пары. Вот, три пары скалерий. Ему не хватало. Ну, им места, места им не хватало для того, чтобы поделить. Хотя, икру, икру мечет регулярно на листья, на стекло иногда. Ну, что, чтобы даже там, ну, постоянно у него там то коридоры наметают, то скалерий наметают. так скалерия все-таки травная рыба или все-таки ее лучше как видовой аквариум просто рыбный сделать с ними и все. Я знаю, многие в травниках держат скалерий. большие большие. Я говорю, ну, в принципе, если там 200-300 литров, если там пара, вполне допустимо. Просто я видел, ну, вот, еще такая вещь. Все, все вот эти вот, что дискуссы, что скалерии, возьмите биоток, почитайте. Это четко, значит, глубокие водоемы без травы, как правило. Это правило коряги, камни, коряги. То есть рыба будет себя чувствовать как в своей тарелке, получается. Да, само получается, что, ну, она по ареалу обитания, ну, никак она не. То есть нам глаз это красиво, там, когда среди травы такая красивая большая скалерия проплывает, а для нее это не совсем те условия, которым природа для нее как бы отпущена. Ну, да, я считаю, что так. Ну, я не знаю, многие могут со мной не согласиться, но вот я еще что не люблю, не люблю, когда скалерии начинают держать гурами. Ну, это абсолютно две разных рыбы, которые скалерием, в принципе, можно и не такую высокую температуру, гурами, наоборот, требуют под 30 градусов. Ну, явно, там, значит, гурами все это заросшие водоемы практически без кислорода. Скалерия, наоборот, это реки, это крупные реки с плавным течением, с хорошим насыщением кислородом. не знаю, ну, как-то вот. Ну, даже вот, все-таки, я считаю, что подобное должно к подобному идти. по крайней мере, даже разные виды из разных областей, будем говорить, даже там, да, ну, южная, там, южная Америка, грубо говоря, да, Африка, например, тоже могут как-то вместе, вместе существовать, и это вполне, как бы, допустимо. если они пересекаются по химическим параметрам и по свету, даже по тому же самому свету, кстати говоря. Скалярии, в общем-то, не в сильно освещенных водоемах, ну, потому что там все-таки глубина, и они вынуждены, то есть, не вынуждены, они живут именно вот на глубине. В притененных таких местах. В притененных, да, а в лабиринтовые это наоборот там 20-20 сантиметров воды. вот мы плавненько, как красиво мы перешли опять к теме нашего сегодняшнего ролика от скалярий к лабиринтовым, на которых мы остановились. Так, хорошо, лабиринтовые гурами мы обсудили, но есть еще очень популярная рыба, бетто, да? Петушок, я угадал, петушок. Ну, бетто их еще там называют. Как он, плендин, у нас она известна как петушок и очень популярная рыбка на самом деле, но популярна она, к сожалению, не потому, что она помещается куда-то в травнике, к большому сожалению, да, а помещается в какие-то стаканы для не знаю чего. Вот, и я тебя хотел бы спросить, как ты относишься к помещению именно петухов в травник? И как, вообще, вот смотри, немножко раскрою эту тему, то есть, первый вопрос, можно ли вообще сажать петухов совместимы ли они с растениями? Второй вопрос, количество, то есть, самки-самцы, как можно, как нельзя? И третий вопрос, с кем вообще петухи могут жить из других рыб? Сосуществовать? Давай начнем с последнего. Значит, петухи, вот, при всем при том, рыба очень, ну, я бы сказал, непредсказуема. Почему? Потому что есть петухи, которые задирают всех и вся в аквариуме. Такие случаи встречаются очень часто. И с тобой абсолютно индифферентно ко всему, абсолютно индифферентно ко всему. Вот, то есть, живет, живет своей жизнью какой-то, ну, не знаю, вообще. чего зависит это вид такой? Или это каждая рыба? Я думаю, что это чисто, чисто индивидуально. иногда, вот, я даже слышал, что он там к другим рыбам пристает, может быть, он видит в них, как бы, соперника, более, может быть, сходные окраски, вот, и они видят, в них, в соперника начинают задирать. Вот такое тоже бывает. Вот, что касается само количества, ребят, ну, я уже говорю, ну, это тоже рыба, фактически, мы будем говорить, ну, она не стайная. Территориальная. да, территориальная. Вот вы попробуйте, там, держать, там, 10 самцов, они друг другу порвут, одни плавники будут по всему актуальному. Я слышал, есть виды, я не помню уже их название, где самцы не такие агрессивные. Ну, да, да, есть, конечно, нет, я говорю, что, но именно вот этот вид, его же для этого и в Азии и разводили, выбирая цветовые формы, для того, чтобы он участвовал в боях. Ну, это в книге Махнина можно подчеркнуть в полном, там, все это красочно расписано. Но, на самом деле, я всегда говорю, что, ребят, ну, эта рыба все-таки территориальная, надо держать минимальное количество. Ну, минимальное. То есть, даже бывает, вот, я в свое время разводил петухов, не скажу, что я там профессионально много-много-много, но там несколько раз у меня, ну, по тем временам, это было там, начало 90-х, они, конечно, были не такие красивые, как сейчас, сейчас просто, просто, сейчас видов много их, и расцветок. Сейчас и видок, и расцветок, сейчас столько пород вывели, там, всякие слоновые уши, там, я же не знаю, там, что-то, какие там цветастые названия. он действительно красивый. Да. Действительно красивый. Вот. Ну, вот мой опыт показывал, что там, на небольшой аквариум, там, ну, двух самцов можно, остальные самки, по крайней мере, они будут как-то отвлекаться. на саму, ну, двух самцов на какой объем? Сто? Ну, сто литров, да. Сто, и сколько самок? Ну, ну, не знаю, там, может быть, там, три, пять, шесть, там, если, если человек хочет держать. Ну, опять-таки, это будет аквариум чисто с петухами, да? То есть, больше туда никого сажать не надо. Нет, нет, ну, почему? Можно и других, но, понимаешь, в чем дело? Они же четко возьмут свой угол какой-то, свой угол, свой какой-нибудь папоротник облюбуют для икрометания, пистью притащат или, понимаете, будет за это место держаться. Вот. И он никого не будет к этому месту подпускать, что, в принципе, в принципе, логично. Причем, что еще мне не нравится с петухами? Очень рыба, в принципе, ревнивая, может самку забить просто по, ну, объяснили причине. Ему что-то показалось, что вот тот меченосец на нее, и не так посмотрел. Да, 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 и он ее прерывал, и все. Ты смеешься, вот мне, кстати говоря, и именно, именно поэтому, то сериал можно снимать свой, Не нравится мне, не нравится мне эта рыба, потому что, не предсказуемо, бывает, что все нормально, бывает, что, вот у меня был, был случай с самкой, по-моему, два, две или три самометки было, потом взял, и без всяких забил, и все, и я, с тех пор, я перестал петушками заниматься, и все, думаю, хватит, этап пройденный, все, все понял, очень большое, очень большое потомство, это очень, потом обремительно все это пристраивать, я помню, ездил по всяке, на птичку ездил, к кому-то, ну, Саш, ну, если действительно красивые петухи, я думаю, они разлетятся у тебя прям, очень хорошо, тем более, если редкий окрас, какие-нибудь там, ну, кто заморачивается, народ, еще петушок, конечно, рыба специфичная, в каком плане, все-таки, должна быть высокая температура воды, но это не совсем рыба для травников, и 20-28, это вот самый-самый нормальный, 28 это нормальное содержание петуха, а растения у нас, как мы знаем, это 24, 22 даже, почему мы держим растения при 24-25 градусах, просто развитие водорослей меньше, ну, мы фактически, мы их немножко придушиваем, а так, в общем-то, ну, растениям тоже 28, не все растения любят такие, такие температуры, все-таки, некоторые, тормозят в росте, сразу же, при высоких температурах, либо, либо, бород начинает вытягиваться, что, лицом не очень красиво, да, небольшие, будем говорить, ну, в каких-то, ну, там, топпер летом, да, очень многие сталкиваются, что растение перегревается, но, летом это вообще, да, это труба, я понял, у меня было 36 градусов, одно лето бы вообще, ну, все, все выжили, все выжили, все нормально, не, ну, растения тоже, как бы, приспособлены к таким перепадам, они, я имею в виду рыбы, 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 да, ну, там, какие-то потери были, конечно, но, все равно, это не смертельно, то есть, то есть, одна-две рыбы, хорошо, так, ну, мы уже почти час разговариваем, есть у тебя, что еще добавить про рыб, даже аквариумов, с растениями, ну, давай я все-таки, я не знаю, будет это, может быть, я уже как бы, в принципе, повторяюсь, ребят, очень вас прошу, не держи, не покупайте, первое, не покупайте зоопарк, и не делайте из аквариума бочку селедкой, но не надо, не надо это, вот смотрите, кстати, актуальная тема, сколько, сколько рыбы, на какой объем? Вот смотри, все, все рекомендации, все рекомендации голландских аквариумистов, это 7 литров на рыбу, это живой воды, живой воды, то есть, у тебя аквариум 100, чистого объема, да, чистой воды, да, то есть, вот 120 литров, у тебя, смотри, у тебя хороший слой грунта, у тебя в аквариуме, а какой, 7 метров 8, наверное, вот считай, что ты уже оттуда, ну, процентов, процентов, ну, чистой воды, там 100 литров, да, да, вот, я из этого рассчитываю все дозировки удобрений и все остальное, вот считай, 17 рыб, 17 рыб на объем, у тебя там, флавы, у меня побольше немножко, ну, да, да, но у меня там гуппи, господи, они, погибли. естественно, еще, еще, еще такая вещь, об этом мало кто пишет, мало кто знает, а может быть, не знаю, может и знают, маленькая рыбка потребляет кислорода больше, чем большая, вот это, вот это такой факт, который сложно, сложно поверить, но немцы писали, что, например, что если вы держите, там 100 гуппи, да, это значит, что они потребляют, там, в 10 раз больше, чем одна золотая рыбка, вот это четко абсолютно, это я знаю, где-то я могу дожить. Это легко поверить, конечно, 100 рыбок или одна. Нет, но все равно, там получается, что, по-моему, это написано, не помню кого, ну, можно, в принципе, поднять, я где-то писал, и я где-то четко эту прям статью, прям вот, ну, выделил, что это именно так. Вот, поэтому говорю, что вроде бы казалось бы, мало, много, много мелкой рыбы, а рыба задыхается, там, да, или там, ну, просто, всегда, всегда лучше, всегда лучше держать меньше рыбы. Саш, в моем случае, это благо, потому что у меня аквариум с живыми, это травник, густо засаженный травник, они потребляют кислород, выделяют СО2, и, соответственно, все идет в дело. Водорослями, да, водорослями хорошо подъедают, и мелких, из-под звоночных. То есть, у меня винегрет, у меня, я не говорю, что у меня безупречный аквариум, что он правильный там со всех сторон. У меня, во-первых, винегрет, у меня разные виды, и... Пап, ну хорошо, сколько у тебя видов сейчас, скажи. Так, малинезии, бородоеды, гуппи, господи, как они, меченосцы, и еще... Ну это немного. Понимаешь, у тебя, у тебя рыба вся, рыба вся однотипная, будем говорить так. И как, и орнатуса еще. А, ну орнатуса. Ну смотри, у тебя рыба, в принципе, однотипная, у тебя живородки, у тебя несколько рыб, обслуживающих, будем говорить так. Да, 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 да. Именно с этим, орнатуса, и немножко выбивают из этой системы, но они тебе нравятся. Ну да, это красота, когда ты говоришь. Я ее держал, нет, я их держал, прекрасная рыба, интересная, и траву не портят. То есть, абсолютно. Они мирные, абсолютно. Нет, они с собой, с собой играют, красиво. Когда самцы начинают танцать, это вообще бесподобно. Вот, это шикарная рыба. Вот, и винегрет-то есть, но, Саша, я тебе скажу честно, по поводу перенаселенности этого аквариума, я бы не сказал, чтобы он сильно перенаселен, именно исходя из того, что я не вижу каких-то проблем с оброслями. действительно, если нет никаких проблем, ну, идеально все, идеально. Я, я вообще, я считаю, что вы, вот я уже, сколько пишу, это, аквариум должен быть, есть вам только удовольствие, и наименьшее количество проблем. Вмече, вмешивались, мечта, копались, мечта, посмотрели там, да, что-то не понравилось, ну, возьмите ножки, отрезали, рыба заболела, там, либо, карантин в другом аквариуме, так вот по поводу карантина еще хотел сказать, вот человек вопрос, в принципе, задал, ребят, но если, если такие, такие проблемы с карантином, ну, зайдите вы в Икея, в Икея, мы поможем в Икея, в каждом городе есть уже. Нет, есть, не в каждом далеко. Нет, есть строймаги, похожая на Икея, я понял, что ты хочешь сказать. Пластиковый, пластиковый, контейнер, контейнер, он стоит 3 копейки, это не стоимость аквариума, ребят, это 500 рублей от силы, это огромный контейнер, там, 40-литровый, там, ну, поставьте сюда аэрацию, поставьте сюда грелку, удобно, взял, рыбу пролечил, только единственное, ребят, старайтесь тоже каких-нибудь растений или что-нибудь туда, чтобы рыба не в голом аквариуме плавала, если это, либо, во-первых, карантин обязательно нужен, вновь приобретенная рыба, уже сколько говорю, бесполезно все, берут пакетом, прям раз, хлобысь в лакуаре, естественно, все, без перевода, без ничего, все начинает, все начинает болеть, ну, к сожалению, это так, ну, сколько ни говори, все равно это будет, будет, из темы в темы будет всплывать, и я говорю, если лечите, пожалуйста, возьмите в этой, в емкости, отличили рыбу, какой-нибудь декорации туда, чтобы рыба не чувствовала себя в стрессовом состоянии, чтобы могла какие-то укрытия или что-то еще, если это рыба какая-то там, специфическая, всегда, это всегда лучше, всегда лучше, отличили, но не получилось, значит, увы, вот, да, увы, а если получилось, ну, верните ее в общий аквариум обязательно с переводом, там, на воду, на температуру, потому что наверняка температура отличается, не так с сачком, еще вот сколько раз говорю, ребят, если вы, если вы рыбу пересаживаете, даже если, бываются всякие ситуации, не успеваете карантировать, никогда не лейте воду с приобретенной рыбой в аквариум, возьмите кастрюлю, в крайней мере, большой сачок, рыбу через сачок, выливаете через сачок, и потом рыбу переносите в аквариум, в этом случае, это если без перевода вообще, да, да, минимальное, минимальное, вообще, будем говорить так, инфицирование, может пройти, минимальное просто, если, если что-то есть на рыбе, но оно, естественно, как бы, будет, попадет, ну, ну, ясно, ну, что, Александр, уже в час мы с тобой общаемся, я думаю, мы много сегодня, сегодня все много обсудили, много тем затронули, тему мы затронули, на самом деле, одну, но раскрыли ее хорошо, я считаю, спасибо тебе огромное за участие, и я думаю, что в следующем ролике, мы обязательно еще с Александром встретимся, и не раз, как мы уже обещали, и спасибо тебе огромное, что ты не отказываешься, спасибо тебе тоже, спасибо тебе тоже, что ты принимаешь участие, постараюсь, постараюсь уговорить ребят на то, чтобы мы провели, может быть, у Белова интересные, так это уже анонсы у нас, да, ну, я не знаю, я пока еще не говорил, но я думаю, что Андрей согласится, это и в его интересах, и, ну, вообще он человек очень увлеченный, он не просто продавец, Андрей Белов, есть такая фирма Белов, Наташа Белов, Наташа Белов, это один из крупных наших поставщиков, рыбы сюда, в Россию, причем вы даже не знаете, когда вы покупаете рыбу, что рыба привезена им. Да, это очень крупный поставщик. Саш, ну, давай пока не будем все карты раскрывать, то есть, мы затравочку дали, и я еще сразу скажу, что мы с Александром уже обсудили еще интересные такие, ну, не в рамках этого формата, да, не в рамках этой аквапосиделок, но какие-то еще интересные форматы с участием Александра у нас планируются в этом году. Вот, еще раз тебе большое человеческое спасибо за участие. Спасибо тебе. Всего доброго. Всего доброго. До следующих встреч. Все, давай, счастливенько.